Приветствую! Сегодня у нас вопрос-ответ. Итак, первый вопрос. Погашается ли судимость и в какие сроки? Начнем с того, когда лицо считается судимым. Это с момента вступления приговора в законную силу и до дня погашения либо снятия судимости. Лицо, которое было освобождено от наказания, считается несудимым. Также есть случаи, когда судимость может быть погашена. Первую категорию составляют лица условно-осужденные по истечении испытательного срока. В отношении лиц, сужденных к лишению свободы за преступление небольшой или средней тяжести, по истечении трех лет с момента отбытия наказания. За тяжкие преступления по истечении восьми лет, за особо тяжкие десяти. Если осужденный был досрочно освобожден от отбывания наказания или неотбытая часть была заменена более мягким видом наказания, то срок погашения судимости исчисляется, исходя из фактически отбытого, с момента освобождения от отбывания основного и дополнительного видов наказания. Если осужденный после отбытия наказания вел себя безупречно и возместил вред потерпевшему, то по его ходатайству суд может погасить его судимость до истечения указанного в законе срока. Погашение или снятие судимости означает, что аннулируются все правовые последствия, связанные с этой судимостью. Следующий вопрос. Может ли супруг оформить согласие на продажу квартиры, находящейся в совместной собственности, без моего присутствия? Сделка с недвижимостью оформляется с согласия второго супруга. Однако при оформлении письменного согласия у нотариуса присутствие второго супруга не обязательно. Но для заключения самой сделки купли-продажи такое присутствие обязательно. Хочу написать жалобу в Сбербанк, однако я переехал и открывал счет в другом подразделении банка. Куда можно написать жалобу? Пишите жалобу в то подразделение банка, в котором у вас открыт счет. Также советую продублировать его в главный офис Сбербанка. Что такое претензионный порядок и как его соблюсти? Претензионный порядок – это такое требование к потенциальному ответчику о возмещении убытков, либо удовлетворении требований потенциального истца до судебного порядка. После написания претензии потенциальному ответчику ему дается 30 дней на ответ. Либо вы решаете этот вопрос до судебного порядка, то есть ответчик удовлетворяет ваши требования до подачи искового заявления, либо же по истечении 30 дней вы имеете право подать в суд. И у вас уже будет на руках отказ, либо претензия, на которую ответ не получен. Важный момент. Чтобы сократить время и не затягивать с подачей искового заявления, можно подать претензию и по истечении, допустим, двух недель уже составлять исковое заявление. Пока оно будет направлено в суд, принято судом и назначено судебное заседание, ответ на претензию у вас будет получен, либо истечет срок для предоставления ответа на эту претензию. За этот срок 30 дней постарайтесь как можно больше найти доказательств. Например, если у вас имеются не все документы на руках, то это как раз тот момент, когда вы можете запросить их у соответствующих организаций. В переписке с нарушителем ваших прав зафиксируйте основные моменты. Любые его ответы могут быть использованы в качестве доказательств. Пусть это будет переписка по электронной почте, социальных сетях, либо личная встреча, либо запись телефонного разговора, либо также его письменный ответ на вашу претензию. Можно ли ответчику вернуть денежные средства, которые были списаны приставами по отмененному судебному приказу? Да, вам необходимо подать заявление приставам о повороте исполнения судебного приказа. В этом документе вы излагаете просьбу вернуть денежные средства, которые были вами оплачены в связи с этим судебным приказом, либо в связи с решением суда, которое отменено. Если у вас есть какие-либо вопросы, вы можете писать их здесь в комментариях, либо мне в телеграм-канал. Ссылку на канал я оставлю в описании под этим видео. На этом все. Пока!